Один из многочисленных митингов возле мэрии, которые проходили во время очередной сессии Одесского городского совета, был посвящен хаотичной застройке центра города. В частности, на Думскую площадь вышли теннисисты, которые возмущены уничтожением Академии тенниса. Спортсмены-любители адресовали вопрос городской власти. Какое будущее ждет одесский спорт и появятся ли в Одессе новые корты взамен тех, которые отданы под строительство жилых домов? Постепенно, вместо того, чтобы развивать, потому что теннисная тусовка очень хорошая в Одессе, очень много любителей играет в теннис. И мы знаем, что сегодня в мировом теннисном рейтинге женском две наши девушки находятся в топах. Это Элина Светолина, которая занимает пятую позицию в рейтинге WTA, и Дэна Эстремская, которая 25-я в мире. То есть, если учесть, что в Одессе такие две сильные теннисистки, одесситки, в мировом рейтинге, и у нас закрываются очередные корты, причем закрылся практически самый крупный клуб, потому что это огромная база в центре города для развития детского тенниса, где занимались сотни детей в теннис, не только любители, а те, кто рос профессионально. Те предложения, которые следуют насчет замены в районе Ивановского моста, ну так давайте на месте оперного театра сделаем ларек, перенесем оперный театр в раздельную, и будем там спокойно смотреть театральные действия. Сегодня здесь, перед зданием Одесской мэрии, собрались небезразличные одесситы, родители, дети, бывшие воспитанники, уничтоженные городской властью Академии Тенниса. Те люди, которым небезразличен не только большой теннис, но и развитие спорта в городе в целом. Ситуация, которая сегодня разворачивается вокруг этого объекта, она, к сожалению, является продолжением системной программы по обезображиванию города Одессы, по уничтожению славных фрагментов жизни города. Очень много мы сегодня говорили о старом городе, о архитектурном фонде, о том, что улыбки Бога, именно так об Одессе писал Евгений Голубенко, нынешняя действующая власть постепенно выбивает зубы. Уничтожены корты, французский бульвар, курортный переулок. Очень такая тревожная ситуация вокруг судьбы теннисных групповых кортов, которые находятся возле Олимпийца и на территории санатория Молдова. Сегодня здесь, общаясь с единомышленниками, мы приняли решение двигаться дальше и отстаивать права тех, кто хочет заниматься спортом, тех, кто хочет, чтобы Одесская теннисная школа жила. Эти корты подарили чемпионские титулы таким известным одесситкам, которыми мы гордимся, как Элине Светолиной и Деяние Истремска. Я думаю, что объединив совместные усилия со спортсменами международного уровня, с теми, кому не беззличен город, у нас получится как минимум отстоять свое право и защитить те объекты, до которых еще не добралась лапа доверяйской паства. Спасибо. 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 Спасибо.